Сказочные герои и клоуны пришли в гости к детям, которые находятся на лечении в районной больнице. Маленькие пациенты такому вниманию были очень рады. Тот, кто находится на больничной кровати, улыбается редко, а тут шквал положительных эмоций. Как утверждают медики, смех помогает выздоравливать. Такую своеобразную смехотерапию организовали сотрудники Управления по делам молодежи и Центра досуга «Портал». Мероприятие состоялось в рамках всероссийской благотворительной акции «100 тысяч добрых дел». Управление по делам молодежи и Центр досуга молодежи «Портал» не остались в стороне от всех людей. И сегодня мы решили прийти в детское отделение Центральной районной больницы к больным детям и провести здесь поздравительную акцию. Мы привели к детям в гости веселых клоунов, сказочных героев кота-мышку и, конечно же, любимого бегемотика. Всеми любимого бегемотика. Они подарили детям много радостных минут. Благотворительную акцию поддержал один из лабинских предпринимателей. Аниматоры подарили детям много радостных минут. Вместе они играли, проводили конкурсы, эстафеты и фотографировались. На некоторое время у пациентов был нарушен прописной режим «Тишина и покой». Но врачи уверены, такой всплеск эмоций больным детям пойдет на пользу. В нашем мире очень много боли. И такая смехотерапия всем детям, взрослым, очень полезна. Тем более, что они пришли, наверное, с открытыми сердцами, с душой и без всякого принуждения. Пришли в детское отделение, повеселили детей. Нашим детям это очень нужно. Спасибо им большое. Организаторы благотворительной акции подарили детям яркие игрушки. Самые маленькие мячи и погремушки, а тем, кто постарше, машинки, куклы и пазлы. Без внимания в этот день не остался ни один ребенок. От магазина «Бегемотик» подарили всем замечательные подарки. От Центра досуга молодежи и Управления по делам молодежи всем детям подарили яркие воздушные шары. Мы надеемся, что такие мероприятия помогают детям быстрее выздоравливать и дарят много радостных минут. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова